Ну что, друзья, начинаем? Я в очередной раз извиняюсь за небольшой технический сбой. Ну, техника есть техника, и к этому приходится относиться с пониманием, и надо с этим мириться. Сегодня у нас 6 сентября, среда. Значит, традиционный Unisky-вебинар для наших европейских партнеров. Мы закончили август именно как инвестиционная группа Skyway развивающих проект очень хорошо. У нас очередной рекорд по приходу партнеров и общему объему инвестиций в проект. Это говорит о стабильном развитии проекта и о том, что мы идем абсолютно правильным путем. При этом мы понимаем те сложности, которые у нас периодически возникают в техническом плане, то, что связано с проводкой и платежкой. И, как вы, наверное, видите, мы всячески стараемся эти проблемы решать, но, к сожалению, не все от нас зависит. И, несмотря на это, все-таки мы продолжаем двигаться вперед, постоянно увеличивая объемы выполняемых работ в Марьиной горке. Как вы, конечно, все знаете, но я еще раз повторю, что компания объявила, что с 19 сентября будет смена очередного этапа. Мы переходим с 9 на 10 этап развития проекта, движения проекта. Это значит, что мы движемся в соответствии с тем планом, с тем графиком, который был утвержден три с половиной года назад при запуске именно вот этой стадии краудов-весимы. Каждая смена этапа – это очень для нас ответственный и очень важный момент, очень важный период. Это означает, что мы выполнили те объемы работ, которые должны были быть, которые запланированы в данный период. И, что самое главное, обеспечен объем финансированного, который запланирован на данный период. Каждая смена этапа сопровождается снижением венчурных премий, которые закладываются в дискаунт. А это означает, что снижаются риски в венчурной стадии проекта SkyWay. И тем не менее, друзья, с точки зрения привлекательности, этот проект остается очень и очень интересным с точки зрения инвестирования. Мы каждый раз при смене дискаунта напоминаем, что были времена, три года назад, когда премии выплачивались пять тысяч именно долей на один доллар инвестиций. Сегодня средний дискаунт находится в районе двухсот за один доллар инвестиций. Но по венчурности и по рискованности нельзя сравнивать то, что сегодня мы предлагаем нашим инвесторам, и то, что было три с половиной года назад. За эти три с половиной года пройден колоссальный путь развития проекта. Созданно и функционирует сегодня многоплановое конструкторское бюро. Я, дорогие друзья, прошу, чтобы вы поняли масштаб инженерных задачек, именно которые сегодня выполняются. В структуре конструкторского бюро, именно проектной организации SkyWay, сегодня функционирует 60 отдельных проектных направлений. Тридцать четыре из них оформлены как самостоятельные конструкторские бюро, разрабатывающие свою инженерную задачу. Потому что по сложности инженерных задач, они требуются, чтобы каждым направлением занималась именно отдельная конструкторская группа. Это и отдельное конструирование подвижного состава, даже ходовой части, системы управления, системы безопасности и так далее. И сегодня таких направлений 60. Да, Андрей, я буду хорошо ориентироваться на Ирену. И все эти сегодня 34 конструкторских бюро, а всего 60 структурных подразделений будут развиваться и выходить в мощнейшие конструкторские группы. И по мере того, как расширяется спектр выполняемых задач, количество таких конструкторских направлений будет увеличиваться. И представьте себе, или попробуйте понять, какая ответственность сегодня лежит на генеральном конструкторе, который выдает задачу для всех этих конструкторских групп, и собирает все воедино для того, чтобы создавать единую систему SkyWay. And can you imagine what a responsibility lays on the shoulders of the general engineer that gives the tasks to all these different bureaus, and then collect them together to develop the projects SkyWay? Это чтобы не казалось со стороны, что это простая задача, самое главное – проинвестировать деньги, а дальше все будет выполнено само собой. Друзья, идет очень сложная система именно конструирования и выполнения работ. И, друзья, как результат, мы показываем уже готовые трассы, готовый подбежной состав и выходим сегодня в новую стадию развития проекта. And as a result, friends, today we show the ready track system, then rolling stock, and we move to the next stage of the development of our project. Ирина, на какой стадии зависло, что это самое? Мы уже прошли это, уже несколько предложений назад было. Ну, в принципе, смысл понятен, нет никаких такого сбоя? Да, 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 нормально. Сегодня мы находимся в стадии проекта, когда начинаем формировать сеть адресных проектов. Дорогие друзья, это стало возможным только благодаря тому, что сегодня SkyWay демонстрирует свои возможности. Сегодня прорабатывается и заключается уже десятки контрактов в разных регионах и в разных странах мира. Буквально неделю назад генеральный конструктор Анатолий Юницкий вместе с Виктором Бабуриным вернулись из очень большой и очень важной поездки в Индию. Там сегодня находятся в проработке десятки мощнейших и очень крупных инфраструктурных проектов с применением технологии SkyWay. И буквально в конце этой недели Юницкий с Бабуриным опять летят в Индию уже в составе правительственной делегации Белоруссии для встречи с руководством Индии. Возглавляет эту делегацию президент Белоруссии господин Лукашенко. А Юницкий и Бабуриным представляют технологию SkyWay как наиболее перспективное направление сегодня развития технологий в Индии. Это очень важные шаги сегодня для развития всего проекта SkyWay. Потому что помимо проектов во время этой поездки основные производства. Вообще не было предложения слышно. И буквально на следующей неделе мы с вами станем свидетелями. И будем наблюдать очень интересные события, которые будут происходить именно во время этого визита. Ирина, что прервалось? Что не было слышно? До вот этого последнего предложения, что мы будем свидетелями, у меня где-то секунд 20 не было ничего точно. Так, а я-то как раз перевод слышал. Все время замирает. Шло как бы это. Ну ладно, тогда. Значит, по смыслу понятно, что правительственная делегация едет в Индию, возглавляет президент Лукашенко. И один из основных представителей бизнеса Беларуси – это технология SkyWay, которую представляет Юницкий и Бабурин. То есть это я коротко. И для нас сегодня очень важный момент, что технология SkyWay принимается именно как перспективное направление на высоком уже государственном уровне Беларуси и Индии. И для нас особенно важно, что уже технология SkyWay и генеральный конструктор SkyWay инженер Юницкий именно представляет на межгосударственном уровне то, что мы с вами создаем. И естественно, друзья, что все это стало возможным только благодаря тому, что мы все вместе построили то, что демонстрируется сегодня в Марьиной Горке. Мы с вами сняли вопрос, существует ли технология или не существует. И сегодня стоит другой вопрос. А будет ли это действительно такой доходный и привлекательный бизнес, о котором мы говорим? И в этом как раз и состоит новый этап формирования сети адресных проектов, которые будут складываться из отдельных высокодоходных бизнесов. И здесь я могу сказать, как непосредственный участник этого процесса, что интерес к возможностям, которые дает технология SkyWay, постоянно возрастает. И помимо тех очень важных новостей, которые сегодня идут из Индии, Индонезии и всего этого региона, сегодня идет очень интересное развитие и в других регионах непосредственно участником, которые являюсь я, Алексей и Франтишек Солор. Мы тоже буквально две с половиной недели назад вернулись из Латинской Америки непосредственно из Уругвая. Где мы на правительственном уровне предложили новую концепцию развития не только одной страны Уругвая, а фактически всех стран центра Латинской Америки. Мы предложили принципиально новую концепцию развития континента. И это стало возможным только благодаря тем возможностям, которые предоставляет технология SkyWay. И интерес к тому, что мы сегодня говорим и к тому, что мы сегодня демонстрируем, он очень и очень большой. И в ближайшее время мы с вами станем свидетелями подписания уже межгосударственных соглашений на строительство объединяющих стран, которые предложит SkyWay. И да, конечно. And in the nearest future we will be witnesses to the signing of agreements between countries in order to build the connection between these countries using SkyWay technology. И все это возможно только, еще раз, друзья, повторю, потому что мы показываем реальную технологию и предлагаем запускать абсолютно реальный бизнес. And all that is possible once again, friends, only because we were able to demonstrate the real technology that enables us to build real business. Если бы нельзя было приехать в Марьину Горку и своими глазами увидеть реальность этой технологии, то ни о каких серьезных проектах на государственном уровне мы бы речи вести не могли. И такое же направление сегодня запускается в Юго-Восточной Азии. Это во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Сейчас идет очень серьезная проработка и готовится визит команды SkyWay уже в Казахстан, Монголию и Китай для того, чтобы связывать эти регионы трассами SkyWay. И, друзья, помимо того, что мы всегда произносили, что строй SkyWay, спасай планету. У нас было еще очень серьезное утверждение, которое мы говорили, что мы объединяем мир и объединять это наша работа. Сегодня это становится реальностью. Сегодня мы реально это делаем, потому что сама технология стала реальностью. И это также реально, как некоторое время назад мы произнесли о том, что создается сегодня роботизированная система строительства SkyWay. Еще некоторое время назад летающие дроны, которые будут строить SkyWay, казались полной фантастикой. А сегодня, буквально два часа назад, генеральный конструктор, инженер Юницкий говорит о том, что создано отдельное конструкторское бюро, которое разрабатывает и делает уже эти летающие краны, летающие дроны. И, друзья, здесь я вас могу абсолютно четко заверить, что это будут лучшие в мире дроны, которые будут выполнять именно специальную строительную работу. И, друзья, я вам специально показываю это как иллюстрация того, что еще несколько месяцев назад казалось фантастикой, сегодня это уже реализуются. Ну, а на следующий экофест 7 июля 2018 года мы с вами увидим уже этих дронов действий. И так происходит с каждым элементом, из чего складывается проект SkyWay. И только поэтому мы переходим на следующий этап развития с девятого на десятый. Только поэтому мы выходим сегодня на заключение конкретных контрактов и договоров по развитию SkyWay в различных странах. И здесь, друзья, это именно поэтому мы можем предположить, что переход на следующий этап уже одиннадцатый проект будет не за горами, а произойдет очень и очень быстро. И это как раз один из основных аргументов, которые мы сегодня показываем нашим партнерам в привлекательности проекта. Поэтому я настоятельно вам рекомендую время, которое осталось до смены дисконта, очень использовать продуктивно для донесения информации о проекте SkyWay. И в заключение, прежде чем передать слово Алексею, нашему молодому, но очень талантливому директору SkyWay Капитала. Алексей является одним из основных ключевых людей, которые разрабатывают принципиально новое направление в развитии проекта SkyWay. И я могу сказать, что еще до конца года нас ждут с вами очень интересные события, и мы с вами будем видеть новую стадию и новый этап развития всего проекта SkyWay. Мы втягиваем и мы соединяем все новые направления, которые сегодня идут и в технике, и в финансовой сфере, и в интернет сфере. Мы втягиваем и связываем все новые направления, которые сегодня существуют в технике, в финансовой сфере, в интернет-сфере. Ну, Алексей, я тогда на этом этапе передаю слово, и в конце я буквально три обобщающих предложения, прежде чем завершить наш Дюни-Скай вебинар. Сейчас по-быстрому включусь. Видите, друзья, я уже пренавострился, уже можно увеличивать количество девайсов. Да, кстати, сегодня мы как раз о девайсах и поговорим, пообщаемся. И хотелось бы, чтобы вы поняли достаточно важные вещи. Так, слышно меня, Чаба? Чаба, нет звука. А сейчас? Замечательно. Ну, повторим, для венгров, друзья, сегодня мы затронем очень важную вещь, как существующий рынок, интернет-вещей и рождающийся рынок. Хотелось бы, чтобы вы понимали, что к 2020 году, это реальная статистика, 500 миллиардов вещей, различных девайсов будут подключены к интернету. Сейчас у нас на дворе 2017 год, через два-два с половиной года запустятся первые проекты Transnet. И мы с Сергеем Анатольевичем, как в некотором степени футурологи, вот уже такого цифрового направления, можем сделать один прогноз. Что на самом деле, Transnet Space, это аналог интернет-вещей, только уже касаемо Skyway, может сначала догонять интернет-вещей. Сергей Анатольевич, примите слово, потому что у меня... Секундочку, секундочку... У меня тут тоже, друзья, очень интересный такой момент, три комнаты еще и перископ одновременно, так что... Так, я не запустился в этих комнатах, сейчас... Так... Так... Чаба... Видно-слышно, да? Так... Андрей, видно-слышно, да? Так, друзья, то, что сейчас, тему, которую обозначил Алексей, это архиважный момент и это архиважный новый этап, который мы с вами дальше будем развивать. Это все накладывается на ту, как сейчас модно говорить, цифровую экономику, которая сейчас все больше и больше набирает обороты. И здесь абсолютно точно можно сказать, что мы, как проект Skyway, формируем абсолютно новый тренд, который будет развиваться сегодня, скажем так, в мировом масштабе. Естественно, что все это идет параллельно с развитием и технологий программирования на блокчейне, и с запуском криптовалют и криптонаправлений. Все это будет объединено в едином проекте Transnet. И нас сейчас много спрашивают, задают вопросы, а готовимся ли мы к запуску или своей электронной биржи, или своей криптовалюты, или выхода в электронные торги, я могу сказать, однозначной. Мы сегодня прорабатываем и идем еще дальше. Мы создаем уже следующий этап за развитием то, что сегодня все называют ICO. Так, Алексей, тебя в комнатах не видно, ты заходишь сейчас? Это я Алексею. Да-да-да, я все, включился. Все, давай, я тогда отключаюсь, тебе слово. Тогда, коллеги, продолжим. Эта тема достаточно сложная для понимания. Это тема достаточно сложная для понимания. Чаба не слышит. А сейчас Чаба? Все, да, появился ты. Ну, вот, кстати, рынок интернет-вещей барахлит. Это тот рынок, который к 2025 году позиционирует как 75 триллионов долларов. Что такое вообще вот интернет-вещей, чтобы было понятно? И мне вот именно приставка «вещей» не особо нравится, то есть это что-то неживое. Вы наверняка помните и слышали из наших Сергея Анатольевича Мгуст про концепцию мгновенного перемещения. Ну, когда, занимаясь своими вещами, в джакузи, в тапочках, либо босиком, можно, не отвлекаясь от повседневной жизни, переместиться из Челябинска в Париж. Е, что должен, по идее, делать интернет-вещей, если он существует? Давайте рассмотрим. Представьте ситуацию, что вы сидите в кабинете. И вы захотели кофе, вам нужно приготовить кофе. В мире интернет-вещей должно быть таким образом, то есть вы послали через мобильный телефон сигнал чайнику вашему. Он это понял, проверил качество воды, подогрел ее, охладил даже, если это требуется. И потом робот-консьерж, либо домашний дрон подлетает и берут чайник, наливает в кофеварку. В чем кофеварка это знает. Вот это вот основа интернет-вещей. Как вы думаете, существует ли это на сегодняшний день в нашем мире? Несмотря на то, что многие инженеры, технологи, патурологи предвещали его и говорят, что он есть, его на самом деле не так уж и можно найти. Поэтому наш прогноз, что мир интернет-вещей будет поглощаться и вбираться в транснет-спейс, то есть пространство транснет. Сначала транснет-спейс догонит этот рынок, а затем уже будет наравне и потом, на наш взгляд, перегонит. И причем это будет гонка в разрезе пяти, шести, максимум семи лет. И это ответ на тот вопрос, почему младшим братом называет интернет Сергей Анатольевич. Потому что транснет по определению старший брат не то, что транснет, а именно транснет-спейс. И вся эта сфера невозможна без применения блокчейна. Мы будем экспериментировать и моделировать, что подвижные составы между собой будут общаться и даже станции будут общаться и взаимодействовать. Таких взаимодействий будет в будущем триллионы в час, допустим. Я уж не говорю про секунды. И все это будет повышать капитализацию транснет-спейс, который невозможно сделать без того, чем мы сегодня с вами занимаемся. И первые способы, каким образом начинать развивать именно цифровое направление транснет-спейс, Юницкий описал еще в 89-м году. Пока, к сожалению, этот материал не переведен на английский, но обязательно переведем адаптированный материал уже на все языки. Поэтому, сами не ожидая, мы наткнулись на такую вещь, которая будет еще больше капитализировать наш бизнес. На сегодняшний день, только когда запускается цифровое направление, так называемое ICO, они только планируют что-то делать и тем более построить реальную технологию. У нас же зарождается физический транснет. И до его появления на свет, через два года, в виде первых проектов, мы будем уже готовы создать для него цифровую оболочку. Поэтому, друзья, я могу сказать, что это в типичной логике школы Юницкого. Нам не нужны чужие компьютеры, давайте построим сначала свой калькулятор. Из него мы уже создадим суперкомпьютер. Вот примерно это мы будем реализовывать. И что самое приятное, все акционеры, которые на сегодняшний день инвестируют в корневую компанию, будут также иметь отношение к этому направлению. И как бы мы желали не замечать это направление, не получится. Про это говорят, как знаменитости, как политики. Ну, наверное, кто-то видел бой Макгрегора с Мэйвезером. Легендарное шоу. Вот Мэйвезер это направление поддерживает. Но более того, это направление поддерживает Путин. Поэтому, слава Богу, что уже, надо посчитать, кстати, сколько месяцев назад мы этим направлением занялись и очень вовремя. И то, что я вам рассказал, это действительно для чего это делается. Ну, естественно, будет включать и биржевые элементы, и обменные площадки, все что угодно. Это архитектуры. And why is it all done? Of course, it will include stock exchange, different exchange platforms. It is all about the architecture of this system. Так что, друзья, я думаю, что когда мы этот продукт будем представлять, весь мир об этом не то что узнает, а захочет тут участвовать. Но это невозможно без технологии SkyWay и без всего направления транснет, струнного транспорта, так как иных направлений нет. Поэтому совершенно логично мы подошли к таким уже идеям, которые не просто идеям воплощаются. So, it was purely logical for us to move towards such ideas, and not only ideas, because they are already being fulfilled. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. И теперь я даю место для Миссис Сибирико. Так, сейчас, друзья, тоже чуть-чуть перенастройка. Ну вот, это фактически, друзья, сейчас ответы на очень-очень многие вопросы, которые нам задают, связанные, будет ли проект SkyWay участвовать в крипто направлении, будет ли он проводить какие-нибудь ICO. Так, Ирина, Ирина, прерывается. Нормально все слышно? Как, Ирина? Подвисаете, но слышу. У меня тоже, я как раз слышу, да, тоже, так сказать, прерывается. Ну, в общем, нормально, да, сейчас движем. Так вот, друзья, мы не просто говорим о том, что мы будем в этом участвовать. Мы создаем принципиально новую, скажем так, платформу, принципиально новую работу, где соединяем вот этот мир виртуальной валюты, мир виртуальных денег, мир виртуальных вычислений с реальными проектами, которые делаются по технологии SkyWay. И все это сейчас вкладывается уже в новое понятие, которое, естественно, сегодня появляется и входит в обиход, это Transnet Space, то есть пространство Transnet. И в ближайшее время, где-то через 2-3 месяца, мы будем на эту тему проводить уже много и обучающих вебинаров, и разъясняющих моментов, связанных с функционированием уже этого направления. Сегодня это уже очевидно всем, и буквально вчера, Алексей об этом упоминал, президент Путин на саммите BRICS заявил о том, что необходимо проработать вопрос о создании региональной криптовалюты. И эти направления развиваются сейчас очень активно, и, естественно, можно сказать, что SkyWay будет лидером и в этом направлении. И это не только наши голословные утверждения или наши хотелки, то есть то, что мы хотим. Эти утверждения основываются на том, что за нами, за спиной, стоит мощнейшая технология, которая будет формировать реальные высокодоходные проекты. Так что, друзья, я могу сказать, что впереди у нас очень много интересной, серьезной, и, я бы сказал, очень прибыльной работы для тех, кто будет в этом процессе участвовать. Поэтому те, кто сегодня уже участвует в проекте, они сделали очень правильное и своевременное решение по инвестированию. Но, друзья, я вас могу заверить, впереди не менее интересная и серьезная работа. Так что, строй SkyWay, спасай планету. Давайте, это все, что мы хотели сегодня, самого важного вам рассказать. За эту неделю, до следующей среды, будет очень много новостей, связанных с визитом Юницкого и Бабурина в составе правительственной делегации в Индию. Будет очень много серьезных новостей, связанных с процессом сертификации, который сегодня идет полным ходом в технологии SkyWay. Будет приближаться дата смены дисконта, соответственно, снижения венчурных премий. Поэтому, друзья, давайте это время сейчас использовать наиболее эффективно, наиболее прибыльно и для проекта, и для каждого из нас. Все, друзья, спасибо за внимание. До встречи через неделю на нашем Юни-Скай вебинаре. Спасибо большое за внимание, друзья, и мы увидимся снова в неделю на следующем Юни-Скай вебинаре. До новых встреч. Ирина, Андрей, Чаба, большое спасибо за работу. Давайте в следующую среду уже по графику. Алексея не будет, поэтому мы будем с вами уже вот в таком составе. Все, друзья, всего доброго. Андрей, всего доброго. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...